Добрый день, дорогие друзья! Вы на волнах альтернативного блога о видении. С вами Андрей Куречик. Спасибо всем, кто поддержал канал и продолжает его поддерживать. Завершаются сегодня Олимпийские игры в Токио. Самые скандальные, наверное, Олимпийские игры последнего времени. Благодаря белорусам, конечно, тут мы дали жару, ну и россиянам в какой-то мере. Скандалы были громкими, а результаты слабыми. Это самые плохие, самые слабые выступления белорусской сборной на Олимпийских играх за всю ее историю, друзья мои. 7 медалей, несчастных 7 медалей, 1 золото на 2 медали меньше, чем на играх, где там Рио-де-Жанейро, по-моему, у нас было 9 медалей. В Атланте было аж 15, в Сиднее 17, в Пекине 14. Ну да, в Рио было 9, а теперь всего 7. Потому что оказывается, что спорт в условиях тоталитарного государства, идеологического давления, полного дезморалитета и призывов быть смиренными и отдать 150 долларов, ну не работает нормально. Не работает в таких условиях вот это как бы желание побеждать. Нет его, ну не может быть. Когда ты, получается, должен побеждать не ради себя, не ради своего выступления, даже не ради денег, как мы видим, а ради того, чтобы угодить сыну какого-то там диктатора или самому диктатору. Чтобы он себе и своим функционерам звездочку на лацкан прицепил. Не тебя, спортсмена, поставил впереди всего. А как бы ты спортсмен, это прислуга у каких-то там спортивных функционеров. Вот так это работает сейчас в Беларуси и, как видим, не работает. И не работает оно так нигде. Не в Северной Корее оно так не работает, не на Кубе. Да, бывают отдельные великие спортсмены. Но в целом система спорта так не работает. Мы видим ее деградацию от, повторяю, там 96 и 2000 года, когда было по 15-17 медалей, до 7 в Токио. И гигантского, грандиозного скандала, когда тренеров главных вытурили просто за шеи и с Олимпийской деревни. За то, что они подлогами какими-то собирались там заняться и стращали спортсменок, снимая их с их коронных дистанций. И еще этот скандал будет продолжаться и убежден, будет какое-то разбирательство дисциплинарное. И ничего хорошего. При том, что и так не признают Виктора Лукашенко главой МОК. И так санкции спортивные на стране. Ну, добавили, что называется, маслица в огонь наши прекрасные тренеры. У России дела не лучше. Это Олимпиада, где они вообще выходили не под своим флагом, я так понимаю. Потому, что до этого был гигантский этот допинговый скандал, жульничество. Поймали их за руку. Всю информацию слил там этот Родченко. Все оказались там куча просто, целая машина фальсификаций. Ну, слушайте, не впервой. Что выборы, что Олимпийские игры. А им все равно, что белорусам, что россиянам бывает. И поэтому тоже стыдное выступление. Пятое место в медальном зачете. Такого слабого выступления не было у России с 1912 года. Вот до 12-го года только хуже выступали спортсмены. И то, ну, там совсем другие были виды спорта и другие критерии. И другое количество. А так, когда был Советский Союз, послевоенное время, вплоть до развала. И даже когда там выступали совместной сборной, по-моему, одну Олимпиаду. Всегда Советский Союз занимал или первое, или второе место. Ну, а Россия никогда не опускалась ниже там третьего, четвертого. Никогда. Сейчас пятое место. Ну, все. Это уже как бы привет страны второго мира. Те же причины. Те же причины. Из таких стран действительно серьезные дети, спортсмены, юниоры стараются уехать. И уже получить карьеру, развитие в других нормальных государствах. Никто не хочет выступать на радость диктатору. Быть игрушкой в руках. Да, для каких-то функционеров это круто. Для каких-то там даже спортсменов бывает, что крутые бабки. И потом, пожалуйста, вперед в депутаты. Как там Хоркина или кто там Кабаева. Это всякое бывает. Всякое бывает. Но в целом, в целом, это все все равно ведет к деградации. К деградации. Несмотря, заметьте, что Россия там несопоставима по ресурсам с Белоруссией. И там действительно огромная инфраструктура. И главное, что огромный опыт, оставшийся еще с советских времен. Зато очень хорошо выступила Украина. Как ни странно, белая, бедная, разрушенная войной. Хотите, как в Украине? Ну вот, видите, оказалось, что со спортивной, с олимпийской точки зрения очень хотим. Очень хотим. Как в Украине. Но уже вряд ли с такими тренерами, и с такой системой, и с таким главой МОК, сыном президента, вряд ли мы до Украины дотянемся. У меня очень-очень большие сомнения. Потому что в Украине все-таки на всех уровнях положительная селекция. А у нас на всех уровнях селекция отрицательная. Но я не злорадствую. Я действительно рад за этого батутиста, который там золото получил единственный. Рад за остальных, за марафон рад. Кто мог, те молодцы. Они же для себя. Ладно. Понятно, что припишет себе Лукашенко все победы. Скажет, это я, это я взрастил. Это мое золото. Вот. Понятно. Понятно. Это, ну, как бы всю эту психологию мы знаем. Но просто за тех, кто победил рад. Рад и за то, что показала характер Тимановская. И вскрыла вообще. Ну, наконец-то все увидели, как работает изнутри белорусская вот эта вся спортивная система. Услышали своими глазами. Услышали и смирились. Вот. Друзья мои, вообще спорт это круто. Поэтому записывайте детей своих в спортивные секции. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok